В рамках больших весей вести Ульяновского региона в студии Марии Сафронова. Добрый вечер. И вот чем запомнится 21 августа. Положительно или негативно отразилась погода на зерновых в этом году. Губернатор ознакомился с ходом уборочной и посевной в Вишкаемском районе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Вишкаемском районе погода выдалась засушливая, но специалисты урожаем довольны. Обмолотили озимые, приступили к яровым. Здесь, в Вишкаемском районе, уборка идет полным ходом. Все своим чередом. В этом году в колхозе Ряхима Камаева засеяли 5,5 тысяч гектаров зерновых и тысячу гектаров подсолнуха. К жатве приступили вовремя. Благо, современная техника позволяет работы выполнять быстрее и качественнее, говорят механизаторы. Даже вспоминать страшно о старых комбайнах. Ну и по качеству комбайна, конечно, лучше ходят. Те почаще ломались, эти реже ломаются. То есть тоже утром прижел, обслужил и вперед. В итоге урожайность озимых составила 21 сантиметр с гектара, а яровых примерно 17-18. Но если на количестве зерна погода сказалась не лучшим образом, то вот качеством аграрии довольны. Урожайность в этом году, конечно, оставляет желать лучшего. Это не прошлый год. У нас была абсолютная засуха. Она и сейчас видна. Мы приступили к СЕУ. Абсолютная засуха. Практически дождей не было. В итоге получили урожайность небольшую. Качество зерна в этом году тоже очень радует. У нас по данным лаборатории Россельхозцентра и Департамента ветеринарии 80% от проверенного зерна идет пшеница третьего класса. Пшеница фуражная идет всего лишь 5-6%. Ульяновская область, к слову, по урожайности зерновых культур вошла в тройку лидеров Приволжского федерального округа. Валовый же сбор сейчас составляет около 950 тысяч тонн при средней урожайности 23 сантиметра с гектара. В Приволжском федеральном округе обмолочено 5,8 миллиона га или 44% к посевным площадям. Напоминаю, у нас уже под 70, наверное, да? Да. Значит, то есть мы практически в два раза быстрее убираем, чем средним по округу. К слову, в этом вишкамском колхозе уже приступили к посевной кампании. Ржи пока засеяли около 600 гектаров. А вот к пшенице приступят после 25 августа. Мария Сафронова, Денис Миронов. Вести Ульяновска из Вишкаймского района. Сегодня в Ульяновск доставили первую партию заготовок лопастей для строительства второй очереди ветропарка. А вот первые турбины запустили в январе этого года. 14 ветряков рассчитаны на мощность 35 мегаватт. Что касается новой очереди, то под нее уже обустраивают фундамент и водным путем доставляют в Ульяновск части ветротурбин. Путь из Испании занимает 4 недели. Ну и уже эти лопасти, это не полноценная лопасть, это не полноценный продукт. Мы везем только заготовку. Здесь мы приводим доработку этих лопастей. У нас уже специально обученная бригада людей работает. Соответственно, частичная локализация уже началась. Сама локализация подразумевает производство лопастей именно в Ульяновской области. А еще доработка ветряков, оснащение лифтами, кабельными каналами и прочим оборудованием. Сегодня мы присутствуем при разгрузке заготовок лопастей. В дальнейшем эти заготовки будут отправлены на доработку. Так называемый это визуальный контроль, это покраска, это нанесение сигнальных полос. И начинаем строительство первого ветропарка на базе, на основе оборудования Веста с в Ульяновске мощностью 50 мегаватт. Разгрузка первой партии заготовок лопастей для второй очереди ветропарка – событие для региона знаковое. Запечатлеть этот момент решил даже губернатор. Сергей Морозов взял в руки камеру и сам сфотографировал наших коллег-журналистов на фоне баржи, которая проделала немалый путь с драгоценным для альтернативной энергетики грузом. Страшная трагедия произошла сегодня в Майнском районе Ульяновской области. На автодороге между селами Тага и Преслониха мужчина за рулем автомобиля ВАЗ-2111 не справился с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась. В результате водителя увезли в Майнскую больницу, а его 10-летняя пассажирка погибла. Пристегнутой девочка не была. Уважаемые взрослые, Госавтоинспекция в очередной раз напоминает вам, что перевозка детей в транспортных средствах должна осуществляться в соответствии с требованиями пункта 22.9 правил дорожного движения Российской Федерации, а именно оборудованных ремнями безопасности и с использованием специальных детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка. Очевидцев данного происшествия или граждан, обладающих какой-либо информацией, просим позвонить по телефону. Дежурной части МОМВД России Майнский 8-8-4-2-4-4-2-16-40. Или дежурной части специализированной роты ДПС ГИБДД 8-8-4-2-2-73-55-77. 1 сентября не за горами, и сотрудники ГИБДД вновь проводят профилактические рейды в Ульяновской области под названием «Внимание, дети!». В последние дни каникулы и первой учебной недели внимание школьников рассеяно, они расслаблены и не сосредоточены. Поэтому водители просят быть предельно внимательными на дорогах. Надо приучать водителей, как бы, как сказать, правильной манере езды. Вот так. Надо уважать пешеходя. Дети не всегда после каникул соблюдают правила дорожных движений, поэтому излишнее напоминание водителям требуется. Ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом особенно обостряется в период летних каникул и первые дни нового учебного года. За 7 месяцев 2018 года на территории региона с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет произошло 73 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 ребенка погибли и 75 получили травмы различной степени тяжести. Но бдительными должны быть не только водители. Большая ответственность лежит и на родителях, которые обязаны объяснить детям правила дорожного движения. Уважаемые родители, приближается новый учебный год, и я думаю, что мы должны все вместе с вами обратить внимание наших детей на их безопасность, рассказать о правилах дорожного движения, о том, как себя вести на дорогах, где переходить дорогу. Также инспекторы рекомендуют родителям несколько раз пройти с ребенком по безопасному пути от дома до школы и обратно и своим примером показывать, как нужно вести себя участнику дорожного движения. Великий праздник Курбан-Байрам начали отмечать сегодня мусульмане всего мира. Этот день знаменует окончание хаджа, паломничество Дмеку и древнейший ритуал жертвоприношения. Установлен он в память о том, как пророк Ибрахим был готов по велению Бога принести ему в жертву своего любимого сына Исмаила. За преданность и добродетельность Ибрахиму Бог послал для заклания барана, а ребенка эта участь миновала. Ритуальное заклание животного стало символом духовного прощения к Аллаху, и по исламским традициям Курбан-Байрам в Ульяновске с раннего утра начали проповедью и намазами. Для того, чтобы поздравить земляков-мусульман, в мечеть пришел сегодня и губернатор Ульяновской области. Курбан-Байрам мусульмане считают символом объединения, длятся празднования три дня. В это время принято не скупиться на угощения, столы обычно ломятся от праздничных блюд и сладостей, подается милостыне нуждающимся, а также навещают родных, близких, вспоминают об умерших и приходят на их могилы. На этом наш выпуск подходит к концу. О новых событиях в жизни региона вам расскажут мои коллеги уже завтра. А я с вами прощаюсь и всего доброго. В ближайшие сутки атмосферное давление ночью будет падать, днем расти. Температура воздуха ночью по области 13-18, в Ульяновске плюс 14-16 градусов. Завтра днем по области плюс 20-25, в Ульяновске 20-22 градуса выше нуля. В лесах области местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность пятого класса.